Здравствуйте, меня зовут Самойлинка Наталья, и вы снова на канале Европлант Лайф. Пообещав рассказать о сортах Хост, в одном из ближайших выпусков я погорячилась. Уже готовя материал для выпуска, стало понятно, что одним роликом здесь не обойтись. Нельзя уложить свой рассказ о сортах в 10 минут. Да все время уйдет только на перечисление сортов. А показать, а рассказать. В общем, как вы понимаете, я заболела. И надолго. Страшной болезнью, имя которой хостомания. Поэтому к хостам мы с вами будем возвращаться и не раз. Как, впрочем, к сиреням, гортензиям, пихтам, елем. Мы ведь с вами никуда не торопимся. Строить свой рассказ по принципу хит-парада я, наверное, не буду. Просто разобью хосты на группы. И расскажу о сортах внутри этих групп. А если получится очень длинно, то сюжет разделим на несколько частей. Хосты можно классифицировать по форме куста, форме листа и его окраске. Можно классифицировать по изменению цвета в зависимости от сезона. Начну с размеров. Здесь все просто. Эта классификация чем-то напоминает маркировку одежды в магазине. G, L, M, S и mini. То есть гигантские, большие, средние, маленькие и миниатюрные. Гигантским хостом относят сорта, высота которых выше 73 сантиметров. Почему так? Точно не скажу. Этой классификацией пользуются американские хостоманы. Им виднее. Наверное, это связано с единицей измерения, которые приняты в Америке. Таким хостом, несомненно, относится сорт Дина. Я не знаю, почему сорт так назвали. Может, в честь Дина Эспозита. А может, в честь Гюзин Дина, известной турецкой писательницы и лингвиста. Но мне почему-то кажется, что люди здесь ни при чем. А под Дина имеется в виду динозавр. Правильнее сказать, динозаврик. Ведь этот маленький гигант будет метр двадцать в высоту. И если крепыша все время не дергать, пытаясь разделить на маленькие части, то его ширина будет около двух метров. Только представьте себе эти размеры. Листья гигантские, насыщенного зеленого цвета, с четкой желтоватой, или, может быть, красивее сказать, слаймовой каймой. Дина подойдет в полутенистое или тенистое место. Еще один гигант – это сам Энд Сабстайнс. Интересно, это как-то связано с альбомом английской группы Миссиан? Не знаю. Да и не важно это. Важна сама Хоста. А она необычна и очень эффектна. Она очень-очень большая. Ее совсем недавно еще считали чуть ли не самой большой в мире. Ее листья огромны и плотны, сердцевидной формы и желтой окраски. Причем свой насыщенный желтый цвет она набирает лишь к середине лета. Посмотрите, вот так она выглядит весной, а вот так – в августе. Еще одним неоспоримым преимуществом этого сорта может служить тот факт, что улитками и слизнями она почти не повреждается. Уж больно лист плотный и толстый. Не прокусить ее моллюском. В полную тень ее сажать не стоит. Но и яркого солнца тоже стоит избегать. А вот рассеянное солнышко ей подойдет. И окраска будет яркая. И поливать каждые полчаса не надо будет. Пожалуй, единственным минусом этого сорта является ее медленный рост. Но и самой большой хостой в мире на сегодняшний момент считается императрица Ву. Ей пророчат высоту около полутора метров и ширину около двух с половиной. Правда, знатоки утверждают, что при должном уходе и подходящем климате полтора метра – это не предел. Не знаю, мне сложно представить хосту, которая выше меня роста. Правда, растет и набирает силу императрица достаточно долго. Для того, чтобы увидеть ее во всей красе и мощи, понадобится около 6-8 лет. Но я бы взглянула на нее взрослую. Несколько таких хост на участке, и больше ничего сажать уже не надо. Хотя, хотя нет, императрица должна быть одна. Две или три – это уже перебор. Красиво это хоста или нет, я однозначно сказать не могу. Больно неоднозначное впечатление она вызывает. Впрочем, как и та, в честь которой хоста была названа. Императрица Ву Зитиан. Первая и последняя женщина-император, правившая Китаем. Талантливый политик, хороший стратег. Именно в ее правление ушли проблемы с продовольствием, так как она всячески развивала сельское хозяйство. Именно в ее 40-летний период правления началось резкое увеличение численности населения. Именно она привела страну к буддизму, чтобы ее называли дочерью Будды, или даже вернувшимся Буддой в женском обличье. Но при этом именно она четвертовала и топила в вине своих соперниц и противников. И вошла в историю как одна из самых жестоких матерей. Неоднозначное отношение к женщине-императрице. И неоднозначное отношение к хосте-императрице Ву. Но то, что точно, это ни одну, ни вторую забыть невозможно. Наверное, императрица Ву Зитиан была права запретив писать, что-либо у себя на надгробии. Каждый должен сам определить свое отношение к ним. Время покажет, во что может превратиться эта хоста. Она еще очень молода, ведь сорту только 10 лет. Теперь от гигантских переходим к просто большим. Хотя размеры больших хост нам с вами могут показаться тоже гигантскими. От 64 до 72 сантиметров. Все по той же американской классификации. В этой группе самое большое количество сортов. Их более 2000. Может быть, когда-нибудь мы и расскажем обо всех сортах большой хоста. Но точно не в этот раз. Сейчас мы расскажем о самых интересных и популярных. В 1976 году появилась большая хоста, которую назвали Биг Мама. Поклонники блюза, наверное, вспомнили Вилли Мэй Тортон. И ее сценический псевдоним Биг Мама. Как и любая хоста с толстым кофрированным листом, она не очень нравится улиткам и слизням. Они предпочитают сорта с тонкими нежными листьями. Гурманы. Что тут скажешь. Лист иногда достигает 45 сантиметров. И общая высота куста до 70. Лист сине-зеленый. И полутень-тень идеальное для него место. Через два года, в год моего рождения, у большой мамочки появился папочка. В 1978 году этот сорт внесли в реестр сортов хоста. Большой папочка немного поменьше. И лист у него более чашевидный. В то время, как большая мамочка имеет форму листа сердцевидного. Но их очень часто путают. Очень популярный сорт Свобода. Лайберти. Чашеобразная форма куста. Высотой до 65 сантиметров. И около метра в ширину. Лист двухцветный. И меняющий свою расцветку в течение сезона. Весной большая его часть желтая. А в середине голубая. При посадке на освещенном месте сердцевина зеленеет. А вот ближе к осени желтый меняется на кремовый. Сорт отличается очень медленным ростом. Но это никак не влияет на его популярность. Долгое время он входил в первую десятку самых красивых сортов мира. Еще один сорт, не теряющий своей популярности, это Golden Standard. Только из названия сразу становится ясно, что это желтолистный сорт, предпочитающий места от легкой полутени до открытых солнечных мест. Очень интересно наблюдать, как лист меняет окраску в течение сезона. Весной он такого лаймового цвета. Далее идеально желтого. А потом все зависит от того, куда вы его посадили. Если в легкой полутени, то Хоста так и останется желтой с тонкой зеленой каймой, придающей ей неповторимое очарование. Цветы лавандовые. Но очень многие их срезают, так как не совсем нравится сочетание желтого и лавандового цвета. Очень часто этот сорт используют для контейнерного озеленения. Во-первых, он очень быстро разрастается. Во-вторых, допустимы солнечные места. И в-третьих, потому что он просто красив. Ну а мы идем дальше. И несколько сортов о самых красивых средних Хоста. Я говорила, что самое большое количество сортов приходится на размер L. Так вот, я ошибалась. На самом деле, конечно, сортов среднего размера гораздо больше. Их размер от 25 до 64 сантиметров. С этими сортами намного проще работать. Их легче обыграть и вписать в существующий ландшафт. Хоста Revolution никого не оставит равнодушной. Высотой 30-40 сантиметров. Весной это просто пестролистная Хоста с зелеными краями и белой сердцевиной. Но к середине лета на белых частях появляются зеленые штрихи. Что делает этот сорт необычайно интересным. А вот у Патриота все наоборот. Темно-зеленая сердцевина и белая яркая окантовка. И он будет сантиметров на 15 в итоге побольше. Очень большое впечатление на меня произвел Змеиный глаз. Сорт, который сложно с чем-то спутать. Посмотрите внимательно. Темно-зеленая окантовка и нежно-зеленая середина. С белыми штрихами создает иллюзию смотрящего на вас глаза, змеи. Миндалевидная форма листа только усиливает это впечатление. Сорт отличается большой скоростью роста. И последний сорт средних хост, который заставит репетать ваше сердце. Это Blue Ivory. Blue – голубая. Ivory – цвет слоновой кости. Голубая сердцевина и светлая окантовка. Но что еще можно сказать про этот сорт? Наверное, ничего. Это именно тот сорт, который не требует слов. Группа маленькой хосты включает в себя 1350 сортов. Ну, во всяком случае, на тот момент, когда снимался этот ролик. Их размер от 15 до 25 сантиметров. Мне всегда нравился сорт стилета. Сорт был зарегистрирован в 1987 году. Длинные, стреловидные, слегка волнистые зеленые листья с белой каймой по краю. Их форма напоминает кинжал, что и дало название этому сорту. Высота 25 сантиметров. Диаметр кустика 30. И сорт, который я точно себе посажу, когда найду. Это Ladybug. Божья коровка. Может, с божьей коровкой и нет стопроцентного сходства. Но круглые листья на пике лета, становящиеся ярко-желтого цвета и компактная шаровидная форма кустика, делает этот сорт очаровательным. Есть еще сорт, напоминающий прическу медузы горгоны. В общем-то, он так и называется медуза. Медуза действительно небольшая, около 20 сантиметров. Листья сильно волнистые, искрученные, ланцентные, цвета слоновой кости с изумрудной каймой. Ну и последний сорт серии маленьких хост – это Baby Bunting. Уж не знаю, почему его так назвали. У меня, глядя на него, не возникает ассоциации ни с овсянкой, ни с детским питанием. Но автору виднее. В любом случае, сорт интересный. Голубоватые листья и быстро разрастающиеся куртинки делают этот сорт очень привлекательным для оформления садов. Ну а теперь о самых, о самых супермаленьких сортах хост. Группа миниатюрных хост. Представьте себе хосту не выше 15 сантиметров. Мне сложно. Миниатюрные сорта в последнее время все больше и больше входят в моду. Может быть, это связано с тем, что у коллекционеров просто не хватает места в саду. А может, потому что стали модно миниатюрные садики. Экспозиции точно не знаю. Но миниатюрные сорта сегодня в моде. Однако, в отличие от более высоких сортов, с миниатюрными хостами придется повозиться. Эти крохи болезненно реагируют на сухость и переувлажнение почвы. За этим надо следить. И их очень легко потерять за зиму, если случайно перекопать весной. Поэтому лучше их не срезать, а почистить весной. И последнее, и самое ужасное – это слизни. Маленькая, нежная и сочная хоста станет прекрасным для них десертом. Возможно, по этим причинам миниатюрные хоста все чаще выращивают в контейнерах. Ну а теперь сорта. Вандерфул. Великолепная, чудесная, прекрасная. Воскликните вы, когда увидите эту кроху. И будете правы. Потому что этот сорт миниатюрные хосты с желтым листом так и называется. Вандерфул. Высота этой малютки не превышает 10 сантиметров. К концу лета желтый оттенок меняется на желто-зеленый. Следующий сорт. Помните, мы рассказывали о сорте Революшн? Так вот, у Революции есть своя маленькая копия. Всего 10-15 сантиметров. И называется она Файрвокс. Ферривер. Ознаменитые мышиные ушки. Даже если вы не знаток сортов хост, вы все равно хотя бы один раз видели или слышали это название. Миниатюрная хоста для тенистых мест с листьями, напоминающие ушки. Думаю, не все знают, но этот сорт положил начало целой мышиной серии. Этот сюжет и рассказ о сортах хост мы пока приостановили. Но ненадолго. Ведь мы разобрали только классификацию по размерам. Впереди нас ждет разбор сортов по форме, окраске. Мы расскажем о самых необычных сортах и о сортах, которые объединили в серии. А пока, пока до скорых встреч. Подписывайтесь, делитесь этим видео в социальных сетях. Ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!